Однажды на перепутье встретились семь мужиков из разных деревень и заспорили, кому на Руси живется лучше всего. Роман сказал, что помещику, Демьян – чиновнику, Лука – попу, братья Губин и Купчине, Пахом – боярину и министру, а проф – царю. И такой у них спор зашел, что они и не заметили, как прошли 30 верст в сторону. Там они очнулись, поняли, что возвращаться поздно и решили заночевать. Выпив, они снова заспорили и даже подрались. После они успокоились и размечтались. Вот бы каждый день по полпуду хлебушка, по ведру водки, по 10 соленых огурчиков, в обед бы кваску, а вечером чайку. Вот бы они тогда обошли всю Русь и узнали, кому лучше всего живется. В это время Птенчик выпал из гнезда и подполз к костру. Пахом его увидел, взял в руки и начал разглядывать. Тут к нему подлетает мать Птенчика и говорит человеческим голосом, «Отпусти Птенчика, а за это я скажу вам, где вы сможете взять то, о чем вы тут только что мечтали». Она рассказала, что в версии отсюда закопана скатерть самобранная, откопав которую они смогут заказывать себе, что пожелают. Единственное условие – нельзя заказывать больше, чем нужно, иначе будет беда. Мужики пошли в то место, откопали скатерть и закатили пир. Во время его договорились, что пока не выяснят, кому живется лучше всего, домой не вернуться. Пошли они искать хорошо живущих людей. Сначала им встречались только бедные люди, но наконец они повстречали Попа. Остановили они его и спрашивают, «Хорошо ли ты живешь?» Он им говорит, что для счастья нужно три вещи – покой, богатство и честь. Покоя ему не дают, то туда надо ехать, то сюда. Честь тоже отсутствует, постоянно оскорбляют, вслед кричат непристойности. И денег нет, помещики разъехались, а крестьяне нищие. Уехал Поп, а товарищи накинулись на Луку, который спорил на то, что Попы живут лучше всех. Глава 2. Сельская ярмарка. Отправились они дальше, и попали они на ярмарку в село Кузминское. Все их там удивляло, и как одеваются, и что продают, побродив, поглазев на людей, на товары, они отправились дальше. Глава 3. Пьяная ночь. Пошли они по дороге, по которой возвращался народ в свои деревни. Почти все мужики были пьяные, кто еле шел, кто уже валялся по канавам. Встретился им Павел Дверетенников, который записывал песни и разговоры мужиков. После очередной записанной песни он сказал, что хороши русские мужики, но пьют много. Тут выскочил из толпы яким ногой и стал защищать мужиков. Сказал, что пьют не просто так, а чтобы забыться, с горя, чтобы, выпив, не так было тяжко на душе. Наши семеро мужиков сели около скатерти, поели и решили скорее искать следующего, кто хорошо живет. Глава 4. Счастливые. Они пошли в толпу, где во всеуслышание сказали, что нальют водки любому счастливому человеку. Сразу нашлось много охотников. Кто-то говорил, что он счастлив, что не погиб на войне. Кто-то, что у него на огороде вырос хороший урожай. А кто-то, что он 40 лет допивал и доедал за барином. Все это было им неинтересно, пока крестьянин Федосей не рассказал им про Ермила Гарина. По его мнению, им надо сходить к нему самому, он самый счастливый в этих местах. Федосей рассказал им, что Ермил был писарем, потом бурмистром, а ныне выкупил мельницу и там счастливо работает. Тут вмешался поп и сказал, что уже не так, что Ермил уже сидит в остроге. Глава 5. Помещик. Тут подъехала тройка лошадей, в которой находился помещик Аболт Абалдуев. Мужики его попросили честно ответить, счастливый ли он живет. Он им начал рассказывать про свою прошлую жизнь, как он хорошо жил и имел поваров и музыкантов, любил охоту с соседними помещиками, а сегодня все это ушло. Помещики разоряются, мужики только водку пьют, вместо помещичьих усадьев – питейные заведения. Тут помещик и вовсе расплакался. Часть 2. Последыш. Глава 1. Они пошли дальше и вышли на поле, где был в разгаре сенокос. Соскучившись по работе, они взяли косы у семи баб и помогли им косить. Потом на лодочках приплыл князь Утятин со своей свитой. Он обошел поле и приказал высушить заново сток сена. После мужики подошли, потрогали сено и выяснили, что оно сухое. Они спросили старичка Власа, зачем князь так издевается. Он ответил, что сено это не Утятина, а их. Видя, как они удивились, он решил им все рассказать. Глава 2. Оказалось, что князь Утятин после того, как узнал об отмене крепостного права, чуть было не умер от удара. Даже сеновья уже приехали прощаться, но сумел поправиться. Только случилась с ним беда. Впал в детство, но деваться было некуда. Решили терпеть, чтобы земля осталась в их вотчине. Стали ему подыгрывать, кланяться, поставили одного пьяницу фиктивным бурмистром к нему, чтобы исполнял все его странности. Вот поэтому, несмотря на то, что земля их собственная, они его слушаются. Глава 3. Мужики начали наблюдать за пиршеством, устроенным князем. Сначала он много говорил о вреде отмены крепостного права. Потом начал всех угощать. Пытался танцевать. Вскоре угомонился, его положили в лодку, где по дороге домой он умер. Местные крестьяне до сих пор судятся за земли с его сыновьями. Часть 3. Крестьянка. Пролог. Решили мужики поискать счастливцев среди женщин. Сунулись в одно село, нет счастливое, в другое, опять нет. Тут им подсказали, что есть одна недалеко, Корчагина Матрена Тимофеевна, губернаторша. Мужики пошли к ней в клин. Встретились, но она сначала не хотела с ними говорить, так как много работы. Тогда мужики предложили ей помочь с уборкой ржи, и она согласилась рассказать про себя всю правду. Глава 1. До замужества. Матрена Тимофеевна родилась в хорошей семье, где отец не пил, все ее любили. С 7 лет она стала помогать по хозяйству, носила отцу завтрак, посла уток и так далее. Когда подросла, к ней неожиданно приехали свататься. Женик Филипп Корчагин. Ей сначала он не понравился, а потом вроде и ничего стал. Глава 2. Песни попала Матрена Тимофеевна в большую семью, где ее не любили. Муж Филипп работал в другом месте, приезжал домой редко, но если приезжал, то у нее был праздник. Он даже не бил ее, только один раз ударил. Но как уезжал, у нее начинался ад. Вскоре она родила сына Демушку. Ей стало жить веселее, но тут ее стал домогаться управляющий, ситников. И она не знала, что делать. Она решила спросить совета у деда Савелия, который единственный был с ней добр. Глава 3. Савелий, богатырь, светорусский. Дед выглядел как настоящий богатырь, вот только спина у него была сгорблена, так как в молодости встретился с медведицей. Было ему более ста лет, но он все еще ходил по грибы и ягоды. Когда Матрена Тимофеевна спросила его, почему его зовут Каторжным, то он сказал историю, что он живьем закопал своего управляющего. Сначала у них был управляющий шалашников, который был строг, но жить было можно. А потом пришел немец. Тут всем житья не стало. Терпели они его 18 лет, а потом подвернулся случай, и они столкнули немца в колодец и закопали. Получил он тогда 20 лет каторги и 20 поселения, а потом вот вернулся к своим, но тут его никто не любит. Ну и что дед Савелий посоветовал, спросили мужики. Да, ничего, ситников от холеры умер, повезло ему. Глава 4. Демушка. Но тут к Матрёне Тимофеевне пришла другая беда. Умер ее сын Демушка. Виноват в этом был дед Савелий, который заснул на солнышке и не досмотрел за ним. Ее пытались обвинить в убийстве сына, но потом отстали. Когда все разошлось, она осталась с дедом и всю ночь молилась над гробиком сына, а дед читал молитвы. Глава 5. Волчица. Матрёна Тимофеевна была в трауре после смерти сына. Не смогла работать, хотела умереть, а дед Савелий ушел в монастырь. Потом у них с Филиппом пошли дети, и жизнь снова закрутилась. Стало не до траура. Вскоре к ней пришло другое горе. Умерли родители, и она стала сиротой. Однажды она пошла на могилку к Демушке и встретила там деда Савелия. Он решил вернуться домой. Но прожил он после этого недолго. Умер на 108 году жизни. В один из дней Тимофеевна услышала шум на улице и, выйдя, увидела сына Федотушку, которого хотят выпороть. Оказалось, что он, догнав кормящую волчицу, отдал ей сворованную ею овцу, так как волчица жалобно забыла, а овца все равно была мертва. Бросилась она в ноги и упросила выпороть ее, а сына простить. Глава 6. Трудный год. Наступил голодный год. Матрена Тимофеевна еле справлялась. Да новое горе. Мужа ее, Филиппа, забрали в солдаты. Стало совсем голодно. Ей пришлось даже отправлять детей просить милостыню. А сама была беременна еще одним ребеночком. Глава 7. Губернаторша. Решила она идти в город к губернатору. Когда пришла, познакомилась со швейцаром Макаром Федосеевичем, который за два двухгривневых пообещал ей помочь встретиться с губернатором. Вскоре вместо него она увидела губернаторшу Елену Александровну и сразу бросилась ей в ноги. Начала что-то говорить, жаловаться и после отключилась. Когда очнулась, то увидела перед собой свое новорожденное дитя и кормилицу. Елена Александровна помогла ей во всем и мужа вернула. И даже дитя сама крестила. Когда Тимофеевна вернулась домой с мужем, все ее зауважали. Глава 8. Бабья Притча. Прозвали ее после этого губернаторшей. Жизнь немного наладилась. Сейчас воспитывает она пятеро сыновей. Несмотря на трудности, живет нормально. Далее Матрена Тимофеевна заявила, что зря они среди женщин ищут счастливую. Нет такой. Только время зря потеряют, искавши. Пир на весь мир. Мужики сели в конце села, вместе с ними сел Влас. Потом он пригласил Трифона с детьми Савой и Гришей. Потом еще мужики подошли, начали пить водку, спорить о своих делах, петь песни, рассказывать разные истории. Кое-кто даже умудрился подраться. Поутру, проснувшись, местные увидели спящего мужика. Вспомнили, что им говорили при встрече его бить и избили. Наши странники спросили, как так? Бьете? И даже не знаете, за что? Влас ответил, что если сказали бить, значит есть за что. Тут подъехал солдат овсянников, который хорошо играл на ложках и они вместе с Климом спели очень грустную песню. На этом пир закончился и мужики стали расходиться. Остались только наши странники да несколько пьяных местных. Эпилог Гриша до Барсклонов Савва и Гриша довели до дома отца Трифона и уложили его спать. Савва начал читать книгу, а Гриша пошел прогуляться. Гриша жил плохо, не доедал, матери рано лишился. Отец им гордился, но не помогал. Грише вспомнилась мать, которая была помешана на соли, чтобы она всегда была в доме. Гриша любил сочинять песни о России, о свободе. Вот и в этот раз из него с легкостью лились песни. Сначала о свободе, потом о бурлаке, которого он увидел, а затем о Руси. И очень жаль, что наши мужики этих песен не слышали, так как оказалось, что пел он о счастье народном. Субтитры создавал DimaTorzok